Дальше видео будет на английском языке, поэтому кто дружит с английским, тот и так все поймет. Кто не совсем дружит, не переживайте, после видео я все поясню. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше DimaTorzok 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 разобрать и в первую очередь я натолкнулся знаете на что я натолкнулся на сайт такой организации как американский союз по защите гражданских прав american civil liberties union это организация когда вот это произошло событие они очень сильно возбудились они написали на шесть страниц текста жалобу полицию предложили там все ссылки дали обоснования ну 6 страниц текста нормально так поописывали все и отправили в полицию с требованием разобраться чтобы вы понимали что такое американский этот союз защиты гражданских прав вот я тоже открываю википедию и вижу что организация создана еще в 1920 году ну то есть сто лет уже почти это организация общественная организация некоммерческая конце 2005 года организация насчитывала более 500 тысяч членов из полмиллиона членов общественной организации здесь это не какая-то шарашкина контора это серьезная американская организация у них там офисы по всем штатам там деятельность даже я попытался с ними связаться написал им письмо чтобы они дали кое-какие комментарии но так и никакого ответа я и не получил ну да бог с ним ответы ответами может быть получу и потом об этом вам расскажу они написали полицию потребовали объяснение потребовали расследование полиция произвела служебное расследование и что интересно они с одной стороны не усмотрели никаких нарушений в действиях полиции но при этом они потребовали от своих сотрудников полиции обязательно информировать всех водителей которые они останавливают о причинах остановки кроме того департамент вел обязательную подготовку сотрудников по вопросам надлежащего поведения во время остановки и постоянно проводит тренинги по избежанию конфронтационных ситуаций вот там мы видели как раз таки конфронтационная ситуация причем вот это вот общественная организация окну они в своем своей этой жалобе как бы сами пишут что да мы понимаем что полицейский не обязан говорить о причине остановки но при этом сам полицейский вот таким вот образом таким поведением фактически эскалировал этот конфликт до усилил и в итоге произошло то что произошло дальше я начал все таки разбираться и захотел понять а что ж там с этими причинами с причинами для остановки открываю я значит нахожу такую такое интересное правило у них stop and identify statutes то есть что предусматривает данное данное правило закон что полицейский может остановить человека водителя и он не обязан говорить причину остановки то есть понимаете если сравнивать с нашим законодательством у нас четко прописано что обязан обязан четко и понятно скажем так объяснить причину еще и назвать все нормативно-правовые акты на которых он основывается применяя такую превентивную меру на при этом что интересно вот этот вот вот это вот правило stop and identify statutes не во всех штатах есть вот даже картинка вот показываю вам это штат мичиган и там опять таки вот по информации которую я нахожу в сети этого правила нет то есть непонятно вообще законы у них конечно там странный ну даже пусть есть это правда хотя жюри я так и не понял я начал заходить на форумы всякие там американские читать про эту ситуацию не только про эту ситуацию и про похожие ситуации люди спорят там друг с другом о том что да должен кто-то там ссылается на какой-то федеральный закон кто-то ссылается вот как раз таки на то что это правило здесь не работает в мичигане и т.д. и т.п. юристы адвокаты какие-то прокуроры там куча мнений то есть вопрос тоже дискуссионный понимаете это никто как нам пытается представить вот в америке так да нифига все очень сложно законодательство другое понимаете при том что самое интересное то чтобы законодательство другое а у них в разных штатах разные еще могут быть закон здесь конституция есть федеральное законодательство есть законодательство штата как-то но там все складывается есть судебная практика которая имеет силу прецедента и должно использоваться под похожих делах применяться то есть трешку и брать вот просто вот так вот тупо сравнивать а вот посмотрите как в америке и теперь вот смотрите как у нас поэтому типа чё вы ноете да как там писали эти и не помню мы сами же эти зубыны лосята пишут что даже активисты вот в том ролике в американском что интересно дальше и когда задержали вот этих вот американцев троих там даже на них что-то какое-то дело открыли в итоге это дело закрыли и все обвинения против них были сняты и непонятно в итоге я пытался вообще понять какая же была вообще причина для остановки и я так и не нашел этой информации кое-где кто-то писал что якобы не остановился на знак стоп но на видео этого нет нет вообще-то такого что он не остановился на знак стоп то есть вот он едет как-то так сзади сразу пристраивается полицейский останавливает его мы дальше то что вы сами смогли увидеть поэтому вот эти вот все закидованы по типу а посмотрите как там в америке вы для начала с предметом хоть немножко ознакомьтесь я потратил пару часов на то чтобы хоть немножко до меня для меня стало более яснее этой ситуации я понимаю что это вообще несравнимые несравнимые вещи это как сравнивать мокрое и красное у нас разное законодательство нельзя сравнивать то что в америке это что у нас вот к примеру опять-таки да у нас по законодательству транспортное средство приравняет приравнивается к иному владению лица и у нас запрещено незаконно проникать в жилище и иное владение лица подразумевая как раз таки в том числе и транспортное средство а в том же самом сша я нашел решение верховного их суда решение о том что вот это вот неприкосновенность владения лица на транспортное средство распространяется только частично понимаете опять-таки разные подходы а вы хотите просто нам пихнуть сюда типа вот эту вот американскую практику зачем не если вы хотите впихнуть нам сюда американскую практику пожалуйста тогда и все остальное американское пихните американские дороги американские зарплаты образование да не знаю медицинское обслуживание вот все вот если хотите вот вот это вот все г пихнуть их нити все хорошее американское условно да если нет то нет давайте сами развиваться и сами делать то как будет правильно причем вот еще пару слов про этих зупыны лося они не критикуют полиции ну бог с ними не критикуют так и не критикуют из-за этого их там вот и их там и в оперативной там называют что это вот типа там условно мусорские короче товарищ я так не буду говорить знаете почему потому что несмотря на то что у них нет прямой критики фактически своей деятельностью они таки полицию критикуют потому что они фактически показывают что смотрите какой беспорядок на дорогах а беспорядок на дорогах почему потому что никто не наводит там порядок а кто должен навести порядок совершенно верно государство лице полиции и органов правосудия но нет беспорядок на дорогах причем есть вот несколько роликов где они прям четко показывают том где в общем-то нарушение вот один из последних 130 это вот на киев оперативный и где анализ допустима норма до 0,2 промер допустима 1,51 все побачили святки 1,51 2,54 и 1,51 清 1,99 и Интересно Задули его 1.51. И дальше что мы видим? Дальше полицейский отворачивается и, я так понимаю, начинает составлять протокол. А что должно быть по процедуре, по закону? По закону полицейский должен спросить у этого водителя, согласен он с результатами или не согласен. Если согласен протокол, если не согласен медучреждение. Если не согласен с медучреждением, протокол. Если медучреждение подтверждает, что да, состояние есть, протокол. А если он полицейский этого не сделал и это не зафиксировано, то в итоге этот водитель сможет этот протокол в суде развалить. Понимаете? Потому что полицейский нарушил процедуру и вот этот момент зафиксировал Киевоперативный. То есть вот вы же сами показываете, что они нарушают фактически. А потом будете говорить, что вот негодяй судья дал возможность человеку уйти от ответственности. Либо там юрист, адвокат помог такому негодяю уйти от ответственности. Хотя на самом деле накосячил именно полицейский. Понимаете? Нельзя пытаться достичь каких-то вот правильных, законных, нужных вещей, да? Незаконными способами. И дальше, что еще интересно, вы увидели еще и машину эту эвакуировали. Зачем? Остановитесь! Нет, теоретически может, конечно, такое быть, что он в итоге там проморозился и пришлось забирать, потому что стоит на проезжей части. Но я-то уже много раз это все увидел. Я более чем уверен, что опять-таки сделано это с нарушением законодательства. Потому что пока они его там крутили, вертели, производили процедуры, они могли и обязаны были ему сообщить, чтобы он вызвал кого-то, чтобы кто-то забрал отсюда автомобиль и передать автомобиль под управление другого лица. Но они этого, я уверен, не сделали. Им неинтересно. Им захотелось еще нагнуть этого негодяя. Забрать автомобиль на штрафплощадку, чтобы он еще потом побегал. Понимаете? А так тоже нельзя делать. Ну хорошо, нарушил. Составьте вы правильные документы, накажите, ну пусть его накажет суд, автомобиль, пусть сядет нормальный трезвый водитель и уедет оттуда. Зачем вот это вот вы делаете? Вы его наказываете, еще раз, как я говорю, наказываете неправовым способом. То есть монетой за то, что за эвакуатор он заплатит, за хранение. Ой, и что самое интересное, вот на чем мы закончим. Закончим мы на том, что я еще дальше начал заниматься вопросом, а что же там с причинами для остановки. Я нашел, что есть, знаете, это как рекомендации. То есть у них там есть полис-магазин, типа журнал. И еще в 2003, 2001, ну короче, бог знает когда, какой-то там у них известный полицейский давал рекомендации. Самим полицейским, как им действовать. И вот он там четко и понятно написал, что когда вы останавливаете автомобиль, нужно человеку сообщить, почему вы его остановили. Потому что если вы ему не называете причину, человек начинает переживать. Типа, ну вот, подошел к вам полицейский, говорит, документ. С чего? Ну то есть, таким вот образом, ответив, почему он его остановил, Вот этот полицейский утверждает, что вы как бы сглаживаете углы и даете понять человеку, что все не просто так. И, ну, в принципе, очень правильная оппозиция. Хотя, говорю, по закону, вообще там черт ногу сломает. В разных штатах разные законы. И что интересно, я начал еще как раз таки гуглить по названию вот этих вот его рекомендаций. И в ютубе я нахожу, ну, как обучающие, либо как вот промо ролики от самой полиции, американской. Где они там совместно с юристами, с адвокатами рассказывают, что мы хотим вам сообщить, как происходит остановка транспортного средства. И что нужно делать, там, и чего не нужно делать. Я вот буквально открываю тупо два ролика подряд. И что я вижу? This is how the Tallahassee Police Department performed a professional traffic install. Hi. Hi there. How are you? All right. Okay, good. Hey, I'm Sergeant Highland with the Tallahassee Police Department. Do you know why I stopped here? No, please. Well, you ran the stop sign back there, okay? Okay. Do you have your driver's license registration for public insurance? Yeah, my driver's license is not back there. Okay, you can go ahead and get back there. If necessary to stay out of traffic. Good morning, ma'am. Good morning. My name is officer Zillan of Long Beach Police. The reason I stopped you is because you ran the stop sign on Main Street. Do you have any valid reason for running the stop sign? I'm sorry, officer, I was in a hurry. Okay. Ma'am, do you have your license and truth of insurance? Yes. You're serious. You don't have an option. This is a long video. I opened it up one, you know? And in the first one, and in the second one. Police police, остановив транспортное средство, называет человеку причину для остановки. But Zillan of Long Beach Police, they're not sure. They never understood that in this case. But they're not sure. They're not sure. They're not sure. And they're not sure. They're trying to pull the stop sign on the bus. And we're trying to make it a police. государство мы не америка господа и мы не пойдем и их ним путем нужно своим путем идти ладно надеюсь было интересно и полезно пока